Мы дети одной истории, так называется видеомост, который связал Москву, Тбилиси и Киев. Конференция была посвящена годовщине Дня Победы во Второй мировой войне. Как готовиться к 9 мая в Грузии, смотрите в сюжете Давида Цигарели. Война. Самое ужасное, что может случиться. Изабелла Монина помнит все детали Второй мировой. Говорит, что время пролетело очень быстро. Многих из ее друзей уже нет в живых. Горечь войны ветерану помогать ненадолго забыть. Уважение окружающих, их благодарность. Прием для героев Второй мировой для Изабеллы радость. Кроме нее на вечер приглашены около 200 ветеранов. Звезды грузинской эстрады, танцевальные ансамбли не пожалели сил для того, чтобы вечер получился незабываемым. Внимание необыкновенное. Так трогательен этот прием. Как радуются все ветераны. Сколько тепла, сколько заботы. Огромное всем организаторам спасибо. Вторая мировая война унесла жизни до 400 тысяч грузинских жизней. По процентному соотношению это колоссальная цифра для такой маленькой страны. К достойному празднованию 65-летия Великой Победы готовится правительство Грузии. В стране создана специальная комиссия, которая должна сделать все для того, чтобы 9 мая 2010-го ветераны запомнили надолго. Но до Дня Победы будет организован еще целый ряд праздничных мероприятий. Намечены широкомасштабные праздничные акции. 9 мая ветеранам будут переданы юбилейные медали, приготовленные специально для этого дня. Также в качестве подарка им будет вручено около 120 долларов США. Эта юбилейная дата была создана специальная государственная комиссия, во главе которой встал премьер-министр страны Нико Гилаури. До Дня Победы будут устроены разные мероприятия для наших героев. А уже 9 мая ветеранам ждет много приятных сюрпризов. 8 апреля 1945 года советские войска вплотную подошли к Берлину. 29 апреля начались бои за Рейхстаг, который обороняло около тысячи человек. После нескольких атак подразделением 171-й стрелковой дивизии удалось занять здание. Рано утром сержанты Михаил Егоров и милитон Кантария подняли над Рейхстагом красный флаг, знамя победы. 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая.